Всем привет и добро пожаловать в игру Left to Survive обновление 5.7.0. Точка, хотя здесь точки нету. На картинке есть только в названии. Первое, что мне не нравится, так это то, что игра стала открываться не на полный экран, а в окне. Что лично мне неудобно, потому что раньше она открывалась на весь экран. И я пока не нашел вообще, где можно поменять разрешение, по крайней мере в их запуске. То есть, грубо говоря, в программе, через которую запускается MG Launcher. И я не нашел никаких изменений, в настройках нет никаких изменений, чтобы изменить разрешение игры. Либо там вообще, чтобы она в окне открывалась или не в окне, на полный экран открывалась. Я такого не нашел. Если кто вдруг знает, подскажите. Я запускаю через MG Launcher. То есть, это не ВКонтакте, это не Steam. Это их просто официальная приложуха. И у меня экран чуть-чуть уходит вниз за рамки экрана. Если я вниз уведу, у меня там просто менюшка Windows'овая вылезет. Вот. Ну да ладно, давайте смотреть, что тут понаписали разработчики изменений, обновлений. Интерфейс ждут внушительные изменения. Проще за всем следить и удобнее в использовании. Ну, как раз для таких, как я, которые не понимают вообще, куда откнуться и где что посмотреть. Для турниров и событий появится своя секция. Зайдя в раздел, вы сможете увидеть список всех доступных и ближайших событий. Узнать подробную информацию по каждому событию, видимо. Следить за сезоном тоже станет легче. А теперь все данные будут отображаться слева. Общие сведения по сезону, список сезонных заданий. Сами же сезонные задания тоже немного изменятся. Ежедневные задания поменяются, что позволит выполнять их быстрее. Кроме того, появится ряд новых. Стройтесь быстрее. Незадолго до истечения времени стройки можно будет бесплатно ее завершить. На самом деле, эта функция была, когда игра только вообще появилась. И когда вы строили здание, там была такая кнопочка «Завершить бесплатно». Я не знаю, не отслеживал, когда ее убрали. Но такая функция на самом деле в игре уже была. Видимо, ее решили вернуть. Честно сказать, не знаю, когда ее убрали, возвращали ли ее. Я никогда не отслеживал этот момент. Но в начале я просто помню, что когда я начал играть, я строил здание. Там была кнопочка «Завершить строительство», когда оставалось там определенное количество... Ну, секунд или минут. Вот. Так что, в принципе, ну, незадолго до истечения, это очень абстрактно, да? То есть, непонятно, это за несколько секунд, за несколько минут или за там 20-30 минут. Ну, навряд ли за 20-30 минут, хотя, кто знает, может, там минут за 10-15 можно будет завершить. Хотя это не сильно, на самом деле, помогает, когда у вас здание строится по 3 дня. Кроме того, количество всплывающих окон снизится. Ну, хорошо, окей. Также устранили ряд багов. Восстановлена стрельба в автоматических моделях оружия. Ну, будем надеяться, что это действительно пофиксили. Исправлено изменение разрешения. Я вот это вот не понимаю, потому что у меня разрешение сейчас наоборот. У меня на полный экран игра открывалась, были чёрные поля по бокам. И мне было легко, в принципе, эту игру, когда я записывал её, мне было легко просто раз поля отрезать и поставить разрешение, там, например, 2К. Ну, вот. Потому что у меня широкоформатный монитор. И он не 4К, а он такой, как бы, получается, я не знаю, чуть больше, чем 2К. Но не 4К и не 2К. Вот. Мне, в общем, было просто, ну, проще, да. Я даже записывать стал ПК-версию вместо мобильной версии, потому что это было проще. Ну, и запись голоса, плюс, как бы, быстрее это всё записывалось. К сожалению, сейчас снова это всё немножечко на шаг назад отошло. Снова заработало задание по присоединению к Discord-серверу. Честно сказать, я пробовал, по-моему, и к Facebook присоединяться, и к Discord, и там награды в виде 50, по-моему, золотых или что-то в этом роде. Они не начислялись. Если сейчас это заработало, ну, в принципе, прикольно. Можно получить дополнительные награды, которые дают. Скоро постигнете тайны древней цивилизации. Ну, видимо, сделают очередной ивент какой-то. И, кстати, когда делают какие-то ивенты подобного рода, ну, есть шанс, если они будут какие-то уникальные, что копить энергию не получится. То есть, если вы видите, что у вас какой-то супер уникальный ивент начинается, ну, в принципе, это заметно, ну, хотя бы потому, что у него есть какие-то определенные, определенная своя энергия, плюс определенные какие-то свои там условия и так далее. То есть, когда это там Хэллоуин, какое-нибудь там Рождество там или что-то еще, там видно, что это определенный специальный ивент. То есть, там и энергия, она дальше никуда не пойдет. Вот, поэтому, в принципе, в основном вся энергия для ивентов копится. То есть, можно ее не расходовать, покупать в магазине, смотреть рекламу, получать и копить. Вот, а потом, в каком-то определенном ивенте, вы можете начать, собственно, ее все тратить и пытаться пройти ивент. То есть, таким образом, можно закрыть ивент, когда у вас огромное количество энергии, и вы не вносите никаких денег для того, чтобы получить дополнительную энергию. Вот, а здесь, поэтому бывают иногда какие-то специальные ивенты, нужно отслеживать на самом деле, что за ивент начался, и можно ли энергию вообще накопить, перенести дальше, или стоит потратить всю, потому что следующий такой ивент будет, наверное, там не скоро. Ладно, пойдем дальше. Тут, в принципе, все понятно, все прочитали, ничего такого интереса. Мне не нравится разрешение. То, что они поменяли каким-то образом разрешение, теперь игра открывается в окне, мне это не нравится. И не прервано, потому что, да, у меня игра там... Ну, пока читал, пока смотрел. Не было активности, в игру не зашел. Турнир ПВП, награды. Шикарные награды. Так. Ну, сразу видим вверху, да. Это предложение. Предложение. Можно что-то прикупить, а можно и не прикупить. Так. Поражение. Ой, а я даже забыл, у меня не было времени, я не заходил вообще. Неудивительно, что мы проиграли. А, кстати, кому за 40, у них вообще, на самом деле, крутые персы были у всех. Так, ладно. Проиграли и проиграли. Что заработали, то заработали. Хорошо, здесь у нас предложение. В принципе, ничего такого... Так, хорошо, хорошо, хорошо. Больше ничего тут интересного нету. Квест завершен. Вернитесь на базу за награды. Отлично. Так, а где тут... А, это магазинчик. Это... Магазинчик торгует с Тони. Айскрим. Мороженка. Понятно. То есть, это, грубо говоря... А магазин, смотрите, какой стимпанковский, да? А у нас что, новый ивен какой-то стимпанковский? У нас же вроде... Да, оловянная чума. Но магазинчик был другой. Изменили дизайн магазинчика. Ларька на колесах... Ларек на колесах поменяли на... Ларек на колесах с печкой. Дымящий. Хорошо, а что-нибудь визуально еще поменяли? Ну, в принципе, я просто не помню всех деталей, конечно, базы. Вроде ничего такого больше... Сильно не произошло. По крайней мере, фургончик торговца Тони изменился. Задания 27 сезона. Нажимаем, сразу открываются все задания, которые нужно выполнить. Я сегодня еще не выполнял задания. Опять-таки, по причине отсутствия времени. Сейчас, может быть, их повуполняю. Здесь у нас перечень всех заданий, которые можно выполнить. С какой-то стороны это прикольно. С какой-то стороны перекрывается экран. И не видно вообще карту. Что, на мой взгляд, ну... Так. Могли бы сделать, ну, не знаю, там... Задание. И туда нажимаешь, открываются задания. А так они висят постоянно, перекрывая карту. Не знаю, насколько это удобно. На мобильной версии, если это точно так же, то это и так небольшой экран. Будут перекрывать дополнительные менюшки. Что не очень прикольно. Сезон 27, 32 дня, 11 часов. Что туда нажимаем, что туда нажимаем. И мы попадаем, собственно, в сезонные задания. Здесь сезон... А, ну, здесь получается в сезон. Заходим и смотрим, на каком мы уровне. А здесь мы заходим непосредственно в сами задания. Кланы. Сейчас грузится, что ли, будет? Что-то подвисло все. А, это нехорошо. Это нехорошо. Это что-то все подвисло. А, окей. Задумалась она так не слабо. Надеюсь, будет грузить. В фоновом режиме. И опять все подвисло. Так, я не нажимал ничего. Все как-то... Все как-то вообще тупит и подвисает. Зачем? Зачем все так тормозит? Вот, мне бесплатный ящик нужен был. А вы мне... Гарантированная награда, гарантированная награда. А у меня, по идее, наверное, сейчас... Ну, вот, видите, то есть даже... То есть за экран вылезает все. Буквально там несколько там сантиметров там за экран прячется. И я уже не вижу, что на самом деле с оружием получено одно. И чего там еще? Забрать. Вы получили новое оружие. Хорошо, я его получил. Как бы экран исправить, на самом деле? То, что оружие ты получил, это ладно. Вот как вот экран исправить? А! Вот эти все перенесли из вертикального положения сюда наверх, да? Так, нет-нет-нет, это было. Это было. А как закрыть этот сезон? Клан. Так, и где теперь вообще ежедневные награды? События. Турнир «Оловянная чума». Ваша награда... Это вот это оружие, что ли? А, ну да. Только не то, чтобы моя награда, я его... Требуется уровень 5 городского центра. А вы смеетесь? Городской центр 35-го уровня. А! Так. То есть одно и то же оружие, только разного... Для разных уровней, что ли? А оно вообще одно и то же? Чем оно отличается, сила? Окей. Силой отличается. А что, вот это вот совсем слабое оружие, его нельзя будет проапгрейдить, что ли? Вот до такой силы, там вообще, например, до максимальной? Нельзя будет проапгрейдить, да? Ага. Ну ладно. А здесь... А здесь снайперка такая прикольная. Хорошо. Ну и с Митти. ПВЕ Оловянная чума. То есть надо будет участвовать для того, чтобы забрать награды. Так. А где... А где название... А где задание сезона? То есть вот сюда вот надо заходить теперь. Окей. Хорошо. Раньше была одна кнопочка, теперь большое меню. Просто с непривычки очень-очень странно. Очень странно с непривычки. Компания. Ну все вроде выглядит так же, как и было. Экспедиции. А, перенесли. Поскольку они добавили вот это вот событие, которое тоже у меня за экран улетает, и он обрезан и все. Экспедиции, ПВП, компания. Ну хорошо, ладно. Магазин. Что здесь? Ничего. Перки, навыки. Странно, что они не перевели перки как навыки. Награды, мой клан, магазин перевели, а перки так и оставили перки. Потому что в английском языке перкс, это вот эти вот навыки. А они так их и оставили перки, вместо того, чтобы написать навыки для русских. Ладно, это уже при гирке. Магазин. Две четыреста. Не хватат. А! Раз. Два. Мне вот это надо было. Сейчас покажу для чего. Где ты, мой хороший? Ой! А он не здесь. Но для этого тоже надо, по-моему. Не могу ошибаться. У этого есть. Теперь у этого есть. На всякий пожарный. В любом случае, надо всех их прокачивать понемножку, чтобы все они были в нормальном состоянии. Хотя, ну, как минимум для турнира, пока для битвы кланов, пока у меня все равно других там супер игроков нет. Поэтому, те, что есть, надо использовать, прокачивать. Экспедиции ничего особо не поменялось. Но то, что экран ниже, это меня немножко напрягает. Давайте. Не знаю. Не хочется ее проходить просто. Не потому, что я ее не пройду. Просто долго. Я и так уже это видео, оно затянулось с этими обновлениями. Так, а что еще? Да, в принципе, больше ничего такого не поменялось. Так, визуально, да? Вот из того, что мы прочитали, нам сказали, что изменится задание. Задание. Выигрываете матч ПВП. Враги зомби. ПВП из автомата. Украсть материалы. Завершать экспедиции. В принципе, пока ничего такого особо нет. Все то же самое и было. Пока не вижу каких-то облегчений прохождения, выполнения и убыстрения. Ну да ладно, может быть, это со временем придет. Надо подождать. Либо уже что-то началось, я это упустил из виду. Вот такое вот обновление. Честно сказать, пока единственный самый неприятный момент, это как вообще запустить игру не в окне, а чтобы она не спускалась вниз практически на сантиметр из-за верхнего бара. Вот. И это было бы прекрасно. А все остальное пока, в принципе, ну никак не мешает. Хотя выглядит странно, потому что перекрывает часть экрана, что неприятно. Лучше бы это было всплывающее меню. Нажал там на кнопочку, менюшка выехала. Нажал, убралась. Или просто убрал мышку с нее, она убралась. Потому что, ну или наоборот, подвел мышку, раз менюшка выехала, посмотрел, что надо. Потому что в таком виде, ну не знаю, мне не нравится, когда занимается пространство экрана все большими и большими разнообразными меню, иконками и так далее. Было все и так понятно и нормально, а теперь все это вот в таком вот виде. Ну, что ж, будем привыкать. А на этом, пожалуй, все. Будет завтра, наверное, видео, которое я, скорее всего, тоже буду поздно делать, потому что, ну, не успею просто его сделать рано. Вот. К сожалению. Вовремя не успею его сделать. Меня не будет дома, а на ходу я записать его не смогу. Вот. Ну, просто не будет времени. Поэтому оно будет с кодом, наверное, чуть позже. Кому это вообще актуально, кто хочет код посмотреть в этом видео, а не взять его где-то в другом месте, ну, будет просто позже. В любом случае, на следующий день это видео можно будет посмотреть и использовать код. Вот. А это видео завершаем. И всем спасибо за просмотр. До следующих видео. Всем пока.